всем доброго времени суток здравствуйте дорогие мои с вами снова козырева алла и я помогаю вам ориентироваться в супер классном самоучители english for everyone level one beginner курс бог и я помогаю комментируем какие-то правила которые встречаются в рамках этого учебника итак одиннадцатая тема эпичная и тут начинается оркестр скрипки контрабасы хор вместе в общем и все 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 потому что мы им сегодня будем разговаривать о времени эта тема очень любима школьниками очень любима всеми потому что для русскоязычного человека это логика крайне непонятная вообще нелогичная и из разряда фантастики но я стараюсь помогаю разбираю и и да и как бы пытаясь помочь ученикам немножко все-таки как-то сориентироваться в ней все-таки чтобы они почувствовали себя более комфортно уверенно хоть конечно сейчас я так тоже нагнала паники отчаяния и ксм этой темы но на самом деле поверьте не все так страшно просто немножко взять и вникнуть вот просто как есть попробуйте это сделала сегодня да если у вас обычно тоже какие-то вьетнамские флешбеки сайгона из школьной программы когда вы вообще паниковали у вас там эти оценки плохие были и там что они там сто пятьсот раз могли переделывать на всем вот сейчас просто восприняйтесь чистого листа и как то песни и просто послушайте вникните я уверена что вам сразу станет все понятно легко и просто вот эту тему единственная вот я все-таки наверное дам так как я часто объясняю я на уроках потому что то как вообще принципе она где-либо подается вот очень мало материалов действительно адекватных и нормальных на эту тему как бы именно визуально текстово да то есть как бы и шпаргала карточек далеко не много на эту тему вот поэтому я как бы из каких-то кусочков собрала что-то 0 там принципе 1 шпаргалка пользуясь такой полезной карточкой которая визуально адекватно вот поэтому я нарисую вам циферблат и поэтому это занятие мой совет вам конечно же все таки смотреть а не только слушать и так циферблат сейчас я нарисую какой-то кружочек поаккуратней благо зон позволяет это сделать и так и давайте начерчу базовым линиям то что нам с вами нужно это магия shift отлично то что он с вами нужно это в принципе куда делась то что нам с вами нужно здесь в принципе это ровный час это половина часа это 15 минут от начала часа и последние 15 минут то есть вот тут все вот эти 4 точечки 1 2 да вот это вот три и четыре вот эти точки я так отмечу смотрите значит отметила это вот таком формате даже здесь некоторые элементы будут дополнительно появляться я их буду впечатывать вписывать смотрите что здесь мы должны разобрать в рамках этой темы я буду давать вам самый сложный самый обширный как бы такой классический вариант формулирования времени упростить мы всегда сможем вот поэтому идем прям поначалу если нам нужно сказать я как раз я не из не стала отдельно как бы скандарт демонстрацию доски вам рисовать до показать что-то на доске этого так далее а вот все-таки я сделал это прямо на странице потому что сюда как раз я буду каким-то примером все-таки реально подходить и так опять-таки классику жанра знать надо чтобы потом если что уже как-то упрощать и или просто пользоваться именно вот таким правильным красивым наверное для кого-то особенно красивым вариантом озвучивание времени когда мы говорим про ровный час про ровный час мы говорим несколько допустим вариантов it's five или it's five o'clock а клок это часы именно когда мы смотрим на время который именно сейчас на часах например да или там время какой-то встречи какой-то конкретный конкретный вариант когда мы говорим про аспект например что кто-то приедет куда-то за пять часов это не будет за five o'clock это будет five hours то есть там уже другой немножко формат уже а уж слово идет данном контексте когда мы разбираем именно вот такую метрику да это оклоки и так вот допустим нам рассказать в пять часов то it's five o'clock обратите внимание не просто five o'clock а лучше именно it is это есть пять часов то есть как бы время да то есть мы просто time слова мы не говорим мы говорим именно it is it is it's five o'clock когда мы сталкиваемся и описывал какие-то такие абстрактные как были они одушевленные элементы и аспекты на это погоду время или какое-то состояние чего-то например сейчас интересно да то есть что-то вот ну такой абстрактные какие-то описания мы идем через it is смело легко и радостно it's five o'clock it's three o'clock то есть мы здесь вам во-первых вспоминаем часы it's 15 o'clock даже также тоже можно сказать да вот если идем теперь дальше если нам нужно сказать что у нас сейчас мы пока по а вот таким по опорным точкам пройдемся а потом уже я вам дам более детальные элементы все-таки я это здесь объясню потому что это но уж точно не стоит разделять смысла в этом никакого нету здесь дается как бы далеко не все вот в рамках этой темы но вот дам все-таки подскажу и так когда мы говорим про 15 минут то что например сейчас 515 мы можем сказать про эти 15 минут я точками так вот будут показывать да вот поэтому ориентируйся обращать внимание часы и минут на строке с часовые то не буду это долго рисовать это бог не просто 515 когда мы говорим 15 минут по-английски можно сказать 15 сейчас не смотрите на все предложение конкретно на слова которые я обвожу это очень важно я просто я немножко по-другому объясняю здесь да поэтому слушайте меня 15 это 15 то есть мы можем сказать из 515 здесь уже как примере да либо мы можем сказать следующая it's a quarter past five то есть первое что здесь вы появляется вместо 15 15 15 мы говорим слово четверть 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 это quarter обратите внимание кого-то то есть буква а вот это как бы она не мая она не звучит не quarter 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 буква а первое не звучит 15 минут на четверть дальше что здесь в рамках этого элемента надо понимать когда мы говорим с вами что у нас какое-то количество времени и она идет скажем так до половины я вот сейчас как-то постараюсь это обвести каким-то примеру черным маркером да вот чтобы вам было понятно вы смотрите я поэтому сделал небольшую такую черную галочку и она будет эти обратите внимание как бы с первой минуты то есть не ровно с 12 когда мы говорим ровно час это просто там оклок сколько-то оклок если первая минута и до 30 минут да то смотрите это и такого сектора возьму надо чуть-чуть потолще на линии нарисую чтобы было напрямую точно видно ну чтобы уж наверняка да вот до 30 минут это все у нас как бы будет подвластно слову past past после слова после когда мы говорим 5 15 мы должны в английском варианте самым правильным объемным да смотрим честно это слово на это предложение мы должны сказать следующее из и фиффтеен или из фиффтеен уже без артикля до эквотер как бодя сфистин тоже много да и фиффтеен или it's a quarter после часа который сейчас уже идет который уже есть то есть пять пятнадцать у нас пять часов уже есть и поэтому и так вот и пастфайф или и и свистин пастфайф То есть, видите, сначала у нас идут минуты и только потом часы. Это важно. Не it's five past quarter. Не-не-не, что-то это уже не туда уходит, да? It's a quarter после past five. После времени, которое уже сейчас есть. И это работает вплоть до 30 минут включительно. Именно поэтому здесь я это и добавила. Вот в таком формате. Когда мы говорим половина, например, 5.30, мы можем сказать либо 30, либо словом half. Вот оно, half. Обратите внимание, L пишется, не звучит. Half. Просто half. Три буквы. Вот. Когда мы, соответственно, говорим половину, работает та же схема. То есть, вместо quarter мы уже добавляем, например, half или 30. It's half. Обратите внимание, артикли тут не ставятся. Это особенное, да? Просто it's half past, например, five, да? Если мы говорим 5.30. То есть, это половина после пяти. Половина после пяти. То есть, как бы по-русски мы скажем пол шестого. Мы, как бы, к будущему времени стремимся. А в английском, не-не-не, так не работает. А в английском идет, как бы, от которого отталкивать, от которого уходим. Это работает до 30 минут включительно. То есть, если вы захотите сказать 5.05, вы скажете, it's five past five. Захотите сказать 5.07, вы скажете, it's seven past five. Захотите сказать 21 минута шестого, но получается 5.21, да, например. 5.21. Это у нас будет it's twenty-one past five. It's twenty-one past five. Это 21 после пяти. И все. И вас поймут прекрасно. Здесь, конечно же, да, вы смотрите, с quarter, с halfами, да, или просто, когда мы говорим ровно час, посмотрите, есть упрощение, да, есть упрощение. It's five, it's five fifteen. It's five thirty. Это 5.30. То есть, видите, можно говорить 5.21, 5.21. 5.07, 5.07, 5.05, 5.05, 5.30, 5.15. Это можно. Но мы сейчас с вами разбираем самый такой эпичный вариант произношения этого аспекта, этой темы. Теперь, в принципе, все. Больше здесь ничего не надо. То есть, видите, ровный час – это оклок. С первой минуты по тридцатую включительное – это уже что-то, сколько-то минут, past какой-то час. Quarter – 15 минут, half – 30 минут, половина. Все. Следующий элемент, который надо разобрать. Я сейчас давайте, какой-нибудь другой цвет возьму. И, допустим, вот этот. Это уже когда мы говорим с 31 минуты, соответственно. Ой, сейчас, ну-ка, поаккуратнее нарисую. Вот, это с 31 минуты, соответственно, так как у нас 0-0 уже занято, да, все, это оклок, до 59 минут. То есть, как бы у нас получается, видите, вот на минутку как бы меньше, да, получается. Но опять-таки, дорогие мои, мы там вот эти миллисекунды, да, там полминуты, мы, давайте не придираться, да, мы считаем минутами, да, это час. Не сходить с ума, как говорится. Вот. Итак, если мы говорим уже про время с 31 минуты и до 59 минут, здесь уже работает немножко другое, past уже не идет. И мы уже здесь даже с вами говорить, как бы, к какому часу мы стремимся, к какому часу мы стремимся, то есть откуда мы, да, точнее, к чему приходим, да, к чему приходим. Вот в past, да, мы как бы от какого уходили, да, нам было важно. А тут нам важно, вот я точка даже, да, вот нарисую, да, а вот тут нам важно именно к какому мы приходим. Такой оптимизм, наверное, да, то есть к какому, к чему мы идем. В этом случае используется уже предлог to, ну, чтите, да. Когда мы говорим про, допустим, следующий вариант, нам надо сказать время, например, 5, давайте прямо так и скажем, 5.31. Нам нужно сказать это время правильным, самым вот масштабным, таким самым академическим вариантом, да. 5.31. Это не 31 минут 6. Это будет без 29, 6. То есть, видите, мы здесь должны посчитать, сколько осталось до нового часа. 29 минут, да, 31, да, 60 минус 31, 29. Вот. И таким образом мы скажем следующее уже. Через ту. It's twenty-nine. Это 29 to six, к шести. It's twenty-nine to six. It's twenty-nine to six. Допустим, тоже осталось у нас 15 минут до шести, например. Надо сказать 5.45. Видите, кстати, здесь у… А, здесь есть частицы туда, здесь все есть. Вот. Когда мы говорим 5.45, мы можем смело также использовать slow quarter. И для этого случая тоже. То есть, когда нам осталось 15 минут до следующего часа. Вот. То есть, quarter мы говорим при 5.15 и 5.45, например. Ну, как бы с 15 минутами и 45 минутами. В первом случае past от какого-то часа, а в другом случае to к какому-то часу, да. Вот. Что у нас получается? До нового часа осталось 15 минут. И это мы так и произносим. It's a quarter to six. Вот, собственно, здесь пример вам написан. It's a quarter to six. Это 15 к 6. Без 15 и 6 по-русски, да. Но мы не говорим английском без вот этого всего, да. Такого нету. It's a quarter to six. Надо сказать, допустим, время 5.50. Мы скажем, опять-таки, разницу, да. То есть, 60 минус какое-то количество минут, да. И вот сколько нам останется, да. То есть, 10 минут к пяти. It's ten to five. It's ten to five. Самым простым вариантом, который мы можем произносить эту тему, да, вот это, как бы, описание времени, да, какое-то сколько часов и так далее, мы говорим это через просто обычное сочетание. Вот, посмотрите, просто 5.50 мы можем сказать 5.50. 6.23 мы можем сказать 6.23. 6.43, да, например. Мы можем сказать 6.43. То есть, упростить мы можем именно до такого. Но вот эти штуки про quarter, вот эти two, past, half, это знать все-таки нужно. Опять-таки, упростить всегда сможем, но запомнить вот это самое, как бы, широкое определение, широкое формулирование этой темы обязательно нужно знать и понимать. Вот. Итак, это все касаемо этой карточки, этого аспекта. Здесь видите, то есть, он, как бы, ну, не до конца реально прописан, поэтому, ну, я просто уж, как бы, остальные, да, другие темы, которые разбираю, там реально, там как-то более-менее можно справиться, но тут все-таки без вот этого визуала, ну, просто никуда. Вот просто никуда. И мне кажется, это самый оптимальный вариант. Вот. Как его и подавать можно, воспринимать и смотреть. То есть, видите, опять-таки, первый час, да, просто час любой, это o'clock. С первой минуты по 30-ю это уже мы что-то там, past какого-то часа, от которого мы уходим. С 31-й минуты до 59-й, да, мы смотрим разницу и говорим. Даже, вот, 559. It's one to six. It's one to six. Все. Да, даже так это будет. Прямо вот так. Вот. Не забываем quarter, half и так далее. Дальше. Что у нас здесь дается? Здесь нам предлагается следующий вариант. Midnight, noon, 3 a.m., 3 p.m. Midnight – это полночь, как бы middle, сокращенное mid – это слово middle, средний, как бы полночь, да, полуночь, полу, то есть, как бы середина, как бы, да. Midnight – одним словом. Полдень – это noon. То, что мы знаем слово afternoon, это как бы на самом деле идет все время после 12 часов дня, до вечера, до шести вечера, то есть, вот эти шесть часов. Смотрите, здесь дальше a.m. p.m. идет. Тут даже про цифру 3 нам не интересно, это просто качество примера, да, предлагается. 3 a.m. 3 p.m. a.m. – это все, что с 12 ночи по-нашему до 12 дня. Это все a.m. Дальше у нас с 12 дня до, ну, как бы, ну, с часу дня уже фактически, да, до полуночи – это p.m. Это все у нас p.m. Midnight – 0000, noon – 12 дня, да, вот, все. Честно, вот сейчас хотела блеснуть эрудицией, вспомнить, что такое a.m. и p.m., как они разбираются, честно, забыла. Вот не помню, врать не буду, в принципе, это не нужно. Вот, то есть, смотрите, 3 a.m. – это 3 утра, да, то есть, как бы, это не 3 часа дня, это 3 утра, то есть, фактически, это ночь для нас, да, то есть, это прям ночное время темное. 3 часа п.m. – это 15.00 по-нашему, да, то есть, это день. Вот, поэтому не путайте, помните, и все, все будет замечательно. Дальше идут просто целый лист, да, идет просто лист отработки, и, в принципе, и все, да. Если вам покажется то, что здесь мало упражнений на эту тему, вы можете вспомнить про то, что есть не только course book в этом аспекте, да, в этом пособии, а еще и practice book. Поэтому, наверняка, там тоже будут дополнительно какие-то задания на эту тему, вперед из песни, пожалуйста, можете их выполнять. Ну, собственно, и все, вот такая тема была, надеюсь, все было понятно, полезно, будем прощаться, до новых встреч, бай-бай.